В Патриаршем Центре Духовного Развития Детей и Молодежи при Московском Свято-Даниловом Монастыре Союз Волонтерских Общественных Движений провел День Открытых Дверей. Молодые москвичи, потенциальные добровольцы, смогли познакомиться с деятельностью четырех общественных организаций, которые входят в Союз и выбрать себе служение по душе. С деятельностью волонтеров познакомились и наши корреспонденты. Около 50 человек потенциальных волонтеров пришли в здание Воскресной Школы Данилова Монастыря, чтобы познакомиться с деятельностью четырех добровольческих организаций, объединенных в Союз Волонтерских Общественных Движений. Координаторы движений подготовили для гостей свои мультимедийные презентации. Труд волонтеров абсолютно бесплатный, но очень дорог для нашего общества. Они организуют досуг в больницах для онкобольных детей, сирот в детских социальных учреждениях, ухаживают за отказанными детьми в родимых домах, проводят спортивные игры, творческие мастер-классы. Детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, просто на сегодняшний день есть еще какие-то люди в этой жизни, которые их поддерживают, которые оказывают им внимание, пытаются чему-то научить, просто по-человечески. Четыре организации, объединенные в Союз, стремятся не только оказывать помощь своим подопечным, но и обмениваться опытом и создавать среду служения профессионального роста и досуга добровольцев. Координаторы движения решают не только вопросы с медицинским персоналом, но и проблемы выгорания добровольцев. Человек в какой-то момент, я сам с этим сталкивался, вдруг понимает, а вот я не хочу больше, почему-то я больше не хочу, почему-то это перестало быть для меня ценным. Вот это, что, я стал плохим или что, как? Вот психолог помогает разобраться, иногда, когда возникают трудные проблемы, волонтеры слишком привязываются к ребенку, да, или наоборот, какой-то ребенок уходит. Волонтеры – это не только альтруистское настроение, но и желание, потребность помогать другим. Для потенциальных добровольцев движения «Даниловцы» это еще и христианский долг. Чувствую, что во мне нуждаются, и чувствую в том, что я еще должна кому-то помочь, помимо того, что жить для себя. И что бы я хотела? Я бы хотела просто помогать детям, подросткам, тем, кто во мне нуждается. Помимо того, чтобы просто помогать, дарить тепло детям, я бы хотела еще и евангелизировать, говорить людям о Библии. И хотела бы я помогать детям, более младшего возраста, конечно, мне проще бы было с ними общаться. Волонтерство России получило свое распространение в начале 90-х годов. Именно тогда появились первые некоммерческие организации, которые занялись благотворительностью. Благодаря их программам в стране решаются проблемы многих людей, которые нуждаются в помощи. Тем не менее, статистика показывает, что процент населения, занимающегося добровольчеством, намного ниже по сравнению с другими европейскими странами, где волонтерство является обычным явлением.